Всем привет! Это видео о том, как сделать дефрагментацию диска в Windows 10. Дефрагментация – это процесс обновления и оптимизации логической структуры раздела диска с целью обеспечения хранения файлов в непрерывной последовательности кластеров. То есть при долгой работе с жестким диском, файлы с большим размером будут храниться в разных частях жесткого диска, что в свою очередь замедляет процесс течения и записи файлов. С помощью дефрагментации вы можете переместить все части этих файлов на соседние сектора жесткого диска, то есть ускорить работу и эффективность вашего ПК. Сделать дефрагментацию жесткого диска вы можете без использования сторонних программ. Все, что нужно, уже есть в самой системе. Существует несколько способов, как сделать дефрагментацию в Windows 10. Первый способ. Заходим в меню «Пуск» и нажимаем «Панель управления». Выбираем режим просмотра «Крупные значки», пункт «Администрирование» и ищем «Оптимизация дисков». По умолчанию в Windows 10 включена оптимизация, то есть дефрагментация по расписанию. Кликнув на «Изменить параметры», мы можем просмотреть и изменить детали данной функции, то есть включить или выключить оптимизацию по расписанию с частотой ежедневно, еженедельно и ежемесячно. Уведомлять или нет в случае пропуска трех выполнений по расписанию подряд. А также выбрать диски, оптимизацию которых вы хотите выполнять по расписанию. И выбрать или убрать функцию автоматической оптимизации новых дисков. Закрываем данные окна, и теперь мы можем оптимизировать диски вручную. Или сначала проанализировать их, чтобы увидеть требуется ли оптимизация. Например, выбираем диск «С» и нажимаем «Анализировать». После анализа вы увидите сколько процентов диска фрагментировано. В моем случае это 0%. После этого нажимаем «Оптимизировать» и ждем окончания данного процесса. Хочу заметить, что дефрагментация диска может занять продолжительное время. Второй способ – это дефрагментация жесткого диска в командной строке, запущенной от имени администратора. Для этого заходим в меню «Пуск» и нажимаем «Командная строка администратор». Нажимаем «Да». Далее вводим команду «Дефраг». И указываем букву диска, который будет оптимизирован, например, диск «С». Затем вводим нужные нам параметры. Список параметров будет в описании под этим видео. И нажимаем «Энтер». После этого начнется процесс дефрагментации. Как я уже говорил, он может занять продолжительное время. После завершения дефрагментации мы видим отчет о том, что операция успешно завершена. И сведения о том, о котором мы оптимизировали. Размер тома, свободное место, общий объем фрагментированного пространства и максимальный размер свободного места. В статистику фрагментации не включаются фрагменты файлов, размер которых превышает 64 МБ. Всем спасибо за внимание. Удачи! Продолжение следует...